расскажите как вы там живете один день из жизни тунсо ну смотри допустим сегодня на самом деле нет вполне себе хорошо живем плохие примеры плохих чеченцев их полно и дома и и здесь в европе если ты будешь искать плохие примеры ты и конечно найдешь если ты барыга то ты найдешь для себя подходящий для себя этот круг общения но если ты нормальный человек то ты без проблем найдешь свой круг общения я не знаю что там про намек но это сделано настолько круто качественно не в плане там я сейчас не говорю про музыку и так далее я имею ввиду картинка как они этого кадырова сделали это же понятно что это искусственный интеллект это очень четко так как сегодня нет особенно заготовленных каких-то тем нет каких-то видео вставок которые я планировал делать поэтому в принципе это не совсем важно для нас главное чтобы вы меня слышите что голос не прерывается и мы с вами в этом эфире будем общаться со мной сегодня целых два живых ассистента один абдул керемидилов второй барс они оба сегодня присутствуют как это экспиритический сеанс у нас сегодня значит у меня сегодня двое еще есть у меня два инкогнито этих ассистента это люди которые жестами мне что-то подсказывают помогают но голоса вы их слышать не будет даже 3 3 еще до в общем здесь вообще очень живой процесс сейчас происходит вот в этой студии здесь несколько здесь несколько человек единственная одна просьба ассистент который тихий брат можешь мне водичку холодная чтобы я мог иногда делать глоток когда когда будет не хватать я буду как-то так аккуратно за за камеру уходить мы организуем все баракаллаху фиг потом донат тоже закинь знаешь о чем хотел сегодня поговорить в этом эфире сегодня когда ехал сюда по дороге пришла в голову тема обычно перебежчики уехавшие там наподобие вот этого свинорылого вот этого чувака который отсюда уехал и обычно я заметил что все кто уезжает домой они начинают рассказывать про то как здесь плохо что чеченцы здесь сидят в тюрьмах продают наркотики употребляют наркотики занимаются чем-то непристойным пытаются разделить чеченцев на тех кто за рубежом типа европейские и которые находятся в республике и такую картину вырисовывать что типа вот в республике все хорошо здесь все чеченцы хорошие за пределами сеченцы плохие они значит занимаются чем-то непристойным но при этом все это рассказав потом они обязательно опыт должны упомянуть что не в целом мы конечно не говорим там просто есть несколько человек которые плохие а вот в целом нас и все хорошие но после того как целая речь толкнута про то что здесь люди плохие чеченцы здесь занимаются чем-то плохим и потом вот эти вот несколько слов они ситуации не исправляют я сегодня когда ехал я хотел как раз я вспомнил о том что как бы этот звук выключить хотела я я подумал о том какие все-таки здесь чеченцы какие примеры можно привести чеченцев и я смотрю на людей которые окружают меня на на тех кто окружает тех кто окружает меня с которыми я даже если не имею прямого контакта и это все люди талантливые кто-то кто-то рукастый кто-то головастый кто-то умеет что-то делать руками талантливые люди кто-то в мечети везде есть кстати мечети что самое важное постоянно джамбетов говорит там это одну мечеть что-то не сделали я где не посмотрю где у нас люди живут обязательно есть мечети в этих мечетях у нас преподаются преподают арабский язык преподают куран преподают какие-то там шариатские азы какие-то для детей и везде там присутствуют наши дети у нас обучают чеченскому языку то есть везде куда я не посмотрю я не вижу ни наркоманов не вижу ни каких-то плохих иных примеров я не вижу и я не говорю что их нет конечно они есть понятно что наверное каждый человек видит то что его окружает и вот те люди которые рассказывают там об этих плохих чеченцев европейских вы рассказываете о том что вас окружало в каких вы кругах крутились наверное о таких людях вы и рассказываете плохие примеры плохих чеченцев их полно и дома и и здесь в европе если ты будешь искать плохие примеры ты и конечно найдешь но в своей основе в целом люди заняты своими делами работой все больше и больше проявляются какие-то таланты глаз радуется иногда когда ты смотришь на то как чем здесь наши ребята занимаются как они себя ведут как они выглядят просто какая-то какое какое-то приятное какое-то приятное чувство гордости даже появляется за этих людей поэтому в общем я хотел просто сказать что я в целом очень рад что у нас есть талантливые люди и пусть их будет еще больше начала будет появляться все больше и больше а те люди которые уехали здесь вот жили 20 лет здесь допустим прожили 20 лет здесь среди наркоманов каких-то барыг каких-то там я не знаю не 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 непутевых людей крутились уехав домой если они думают что они дома поменяют свой круг общения вы там найдете ровно таких же людей и будете среди них также дальше говорится расскажите как вы там живете один день из жизни тунцо ну смотри допустим сегодня на самом деле нет вполне себе хорошо же просто просыпаемся значит вечером совершаем ну кто-то пьет кофе там чай совершаем молитву куда-то едем с кем-то встречаемся опять очень приятные приятная компания с приятными людьми не вот с теми про которых вам рассказывают наркоманы там это барыги плохие достойнейшие люди чем-то хорошим занимающиеся крутящиеся в каких-то очень таких высокоинтеллектуальных кругах либо люди имеющие какие-то заслуги в военном плане в политическом плане короче на любой они за вкус цвет любые предпочтения здесь есть круги общения для людей если ты реально наркоман если ты барыга то ты найдешь для себя подходящий для себя этот круг общения но если ты нормальный человек то ты без проблем найдешь свой круг общения разгадал тайну твоей нелюбик лесгинки ты не состоявшийся в прошлом танцор и тебя отвергли все чеченки из-за твоих вульгарных являний унижающих высокую культуру танца неплохая версия неплохая версия я думаю что правда из того что ты сказал правда является то что я наверно действительно плохой танцор это точно как думаю за что его убили я так понимаю здесь речь идет по бдулки риме и дилове за что его убили спрашивают а я вот сижу смотрю на него он сидит рядом со мной и и у меня тоже вопрос этот возникает человек просто проявил какой-то знак внимания не ну переусердствовал может быть где-то своей любви к своему воспитаннику зачем ему было за это убивать мне кажется у тебя есть доказательства про дубайские шалости адама раз так уверенно говоришь про это ну я не знаю какие еще нужны доказательства если вот рядом два человека сидят свидетельствуют для меня этого достаточно более убедительные доказательства я думаю есть у рамзана кадырова я в формате видео съемки но пока он их не показывает там за как тебе новый розовый клип кафырова как думаешь это намек на вечеринку в дубай с его сыном слушайте я не знаю что там про намек но это сделано настолько круто качественно не в плане там я сейчас не говорю про музыку так далее имею ввиду картинка как они этого кадырова сделали это же понятно что это искусственный интеллект это очень четко если если эти технологии дальше будут тот таком плане развиваться то скоро сложно будет вообще различить реальной реальные видео от искусственного вставка 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 Продолжение следует...